Никто не забыт, накануне 9 мая мы рассказываем о тех, кто воевал и приближал долгожданный день победы. Ветерану Хайдару Халимову, участнику Великой Отечественной, в этом году исполнилось 103 года. Война началась, когда он был в Беларуси. В составе 22-й гвардейской армии молодой боец оказался на передовой. Абубакр Фуизулоев познакомился с героем. Свидетельство о рождении, документ об освобождении блокадного Ленинграда и грамота воину-победителю – это все, что сохранилось у ветерана Хайдара Халимова. Часть документов и фотографии пропали, а часть сгорели в пожаре. У 103-летнего ветерана остались только воспоминания о войне и любимые стихи. Вышли три героя на финанские границы. Войну ветеран встретил в Беларуси, потом освобождал Ленинград, Ригу, Таллинн и Вильнюс. Трижды получал пулевые ранения. Много раз был при смерти. В Прибалтике в лесах одни болота. Бывало, что танки на ходу тонули. Мы все были в грязи. Месяцами не снимали ботинки и не мылись. В один из дней мне все это настолько надоело, что не хотел жить уже и думал о том, что лучше погибнуть. Но он смог выжить. Победу ветеран встретил в Латвии. В октябре 46-го вернулся на родину, женился, вырастил десятерых детей и всегда учил их быть честными. Сейчас месяц Рамадан. Мой отец тоже вместе со всеми держит пост. Хотя мы ему говорим, что тебе можно не держать в таком возрасте. Но он, говорит, чувствует себя неловко, когда все держат, а он нет. У него огромная сила воли. Для нас он настоящий пример и гордость. В канун праздника Победы в Доме ветерана всегда много гостей. Навещать приходят таджикские и российские военнослужащие. Не забывают о герое войны и городские власти. Каждый рассказ этих людей – это книга жизни. Именно благодаря их мужеству мы сейчас живем под мирным небом. С каждым годом число этих людей уменьшается. Мы должны ценить их и получать их благословение. Еще два года назад дедушка Хайдар трудился на огороде, вспахивал землю, сажал лук и картофель. Сейчас состояние здоровья ухудшилось. Он почти не видит, ноги не слушаются. Но ветеран продолжает рассказывать молодым людям о войне, чтобы они сильнее ценили мир. Абубак Арфайзулоев, Лутфулос Амадов, МИР24.